Дольник. Что же это такое? Давайте думать. Дольник. Дольник это название стиха, который можно мерить. С чем мы меряем дольник для начала? Словами. Словами или ударением. Дольник это один из размеров тонической системы. Один из размеров тонической системы. Дольник перед нами. Дольник. Еще. В дольнике между двумя ударами в свободе должны быть или один, или два без ударов тонической системы. Отлично. Или один, или два. Вот перед нами схема дольника. Либо один без ударов, либо два. Можем ли мы сказать, что это ямка или хари? Нет, конечно. Это не может получиться ни ямка, ни хари. Равно. Давайте вспомним тех авторов, о которых мы с вами говорили. Мы говорили о Александре Блоке. Я себя бросил. Именно Блок ввел в русскую поэзию дольники. В большом количестве. Мы говорили о русской поэзии дольники. Русский тоже дольники любил. Но, в общем, они даже еще более расшатывали. Что значит более расшатывали? Давайте подумаем. Если между двумя ударами появляется не один, не два ударных, а, скажем, три. Это уже, по-хорошему говоря, дольник. Да? А если между двумя ударами не появляется ничего, то это акцентный стих. Но мы сегодня занимаемся в основном дольником. Дольником. Откуда появился дольник? Давайте подумаем. Откуда он взялся? У него, и у него. Ну, его придумали согласно. Так. Откуда это взялось? Откуда это получилось случайно? Или не случайно? Какой-то человек, вы говорили, что учителя не путали, каждый размер называли вот этот так, вот этот так, а он потом сказал, давайте, хоть это не размер, мы будем называть дольником. Как понял? Так. Михаил Иванович Гаспаров, академик, помните, да? Один из моих учителей. В свое время сказал, давайте, этот дольник, этот актовик, это акцентный стих. Но дело не в названии, я так скажу. Ну, согласитесь, размер появился до названия, ямбок. Размер появился почему-то до этого. До нового дольника, сравненную с ямбом, или с хореем, или с энфобрахием, или с анаписом, или с дакцелем. Что новенького появилось? Да. Возможно, дольник, ну, в частности, дольник, он чуть более разнообразен, чем селоподольник, как вы говорили. То есть, может быть, любое количество, ну, отличное, количество словов между двумя ударами и словами. Так, то есть, он более разнообразен. Да. За счет чего? За счет, я думаю, за счет именно того, что может быть. Разное количество бездарных словами двумя ударами в одной строчке. Как раз за счет того, что между двумя ударами может появиться либо один, либо два. Три можно. В токтовике. Три уже в токтовике, да? Правда? Но, никто не запрещал, что этот слог тоже может быть пропущен. И тогда еще интереснее все. Да. И тогда еще больше разнообразия у нас с вами. Разнообразие. Правда? Мы читали с вами два стихотворения Блока. Мы видели, как вот этот размер, тольник, сопоставлен с символом. То есть, с чем-то не слишком понятным нам сначала. Что такое символ? Давайте вспомним. Символ. Как вы это поняли? Как вы это поняли? Что такое символ? Да. Символ это знак. Это определенный знак, значение которого для всех одинаков. Ну, почти. Если символ это знак, то тогда он, значит, ничем не отличается, скажем, дорожным от знаков. Правда? Или от знаков языка. Это знак. Это правда. Но это знак, к значению которого добавлены... Возможно, отменяйся, в обеден? Символ это предмет явления существа коэта, которое что-либо обозначает. Сможно так? Ну, согласись, с лишним шарапом. Что-либо обозначает, да? Так. Это, конечно, что-либо обозначает символ. Любой. Ну, еще. Да? Ну, это слово с значением этого слова, к чему добавлены ассоциации, которые возникают у читателей авторов, и культурные ассоциации, которые возникают... К которому добавлены какие-то ассоциации, да? Значит, символ – это не любой знак. Давайте подумаем, какой это знак. Даю вам слово. Превратите это слово в символ. Свеча. Пожар. Свеча, пожар. Еще. Платочка. Как? Память. Память. Свет. Почему так? Это уже давно. Свеча – это уже давно. Свеча – это память. Значит ли она напрямую? Нет. Нет, конечно. Так. Еще раз. Свеча – отключение электричества. Свеча – отключение электричества. Возможно. Так. Еще. Свеча – тональ. Давайте соберем вокруг этого слова некоторые наши ассоциации. Итак, свеча – сказали память. Еще что-нибудь интересное. Романтический ужин. Свеча. Да. Романтический ужин. Пожалуйста. Еще. Писываем сами. Огромный зал. Свеча – это зал. Пойдет. Свеча – я не уступаю. Так. Еще. Свеча – это тепло. Свеча – это тепло. Еще. Тоска. Тоска. Почему? Почему? Ну, правда, кажется, все. Таксима сейчас. Да, и… Пожар. 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 То есть вокруг свечи мы выстраиваем какой-то ореол значений. И наших с вами ассоциаций. Еще. Смелее. Воск. Свеча – воск, конечно. Это близкая ассоциация, правда? Свеча – огонь. Парафит. Была. Фитиль. Огонь, зачем это? Свеча – фитиль. Спича. Надежда. Огонь, фитиль. Птичка. Да. Надежда. Почему? Могу спросить. Почему свеча – это надежда? Потому что она что-то освещает в темноте. Как свеча освещает что-то в комнате, так надежда освещает что-то в нашей жизни. Так, согласен. Еще раз. Спички. Как? Спички. Вот сюда же, пожалуйста. Одиночество. Почему? Ну, может, наверное, да. Ну, ты это смотришь, да? Одно в темноте. Сейчас одна в темноте. Точно так же мы себя чувствуем, допустим, одинокими. Так, еще смелее. Праздник. 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 Ну, что это называется? Да. Если много свечек, это, скорее всего, у кого-то есть. Ждение, то, праздник, согласен. Так, мы освещали, освещали наш праздник, наше праздничное. Правда? Еще. Елка. Елка. Возможно. Не, пожалуйста. Так, еще. Мечта. Мечта. Почему вдруг так? Объяснить можно? Это связано с надеждой. Так, свеча связана с надеждой, да? Мечта. Мечта. А значит, мечту. Так, почему бы и нет? Еще. Дальше. Дальше. Иван Грозный. Так? Иван Грозный. Вдруг. Почему? Потому что в моемовремя освещали, было освещение секретий дома. Во времена его. Грозного, да? Дома, конечно, и не только дома, но и тюрьма, и храмы освещались свечами. Так, согласен. Еще. Некоторые старые фильмы. Ассоциация такая, да? Некоторые старые фильмы. Еще. Копоть. Копоть пойдет. Еще. Прошу. Требо. 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 Церковь. Церковь, возможно. Почему? А, потому что в церкви освещается. Во вкурте. Церковь. Видится там освещение именно свечами. Так. Смерть. Еще. Смерть. Смерть. Смерть, мрачный. Смерть. Жизнь. Откуда смерть? От свечки к свечке. А когда несут глоб, там тоже вот со свечами. То есть покойника могут хранить со свечами. И значит, это смерть случится. Так. Еще. Жизнь на церкву. Свечка. Свечка. Покойник. Читаем. Покойник уже был, считаем. Смерть. Еще. Эдисон. Эдисон. Откуда Эдисон? От свечки к? К электрической. К электрической лампочке. Да? Слава Эдисону. Согласен. Еще. Луч. 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 Лучина. И лучина. Но лучина это ведь не то же, что свеча. Правда? Да это надо. Не скажи. Альбом Гродный это то же, что свеча? Да. Альбом Гродный это то же, что свеча? Да. Почти. Почти. А возду? Светлится. Воз выложат. Светлится. Светлится. Хорошо. Светлится. 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 Грусть. Грусть. Почему грусть? А когда свечи задухаешь свечку? То есть, когда свечку зажгут вам грустьку? Нет, наоборот, когда она потухнет. Когда потухнет, грусть, возможно, и грусть. У нас уже было нам сказано, да? Светлится. Тоска. Грусть. Одиночество. Еще. Тьма. Свечка. Вечер. Еще. Вечер. По Антонио мы идем, да? Значит, тьма, темнота. Еще. Рак. Еще. Мир тепловый. Мир между людьми, да? Согласен, согласен. Так, еще. Динамит. Динамит. Ну-то, еще. Мир между людьми, да? Исполнил свои программы. Свидетель, да? При свечах, конечно. И Моца тоже, я вас уверен. И Кушкин тоже. И сам свои вещи при свечах. Значит так, еще. Ночь. Тишина. Почему тишина? Потому что не очень тишина, единственная девчонка с ассоциацией. Поэты начало 19-го века. Мы идем сейчас по разным ассоциациям. И еще. Поэты начало 19-го века. Поэты начало 19-го века писали при свечах. Я вас уверяю, что поэты начало 18-го века тоже писали при свечах. Так, еще. Кантемир. 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 Еще. Стихи. Стихи. Почему бы и нет? Мы пишем. И при свете свечей. Это ваша законная ассоциация. Стихи. Музыка. 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 Проза. Береза. Проза. И там музыка, стихи, проза, 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 искра, только по-русски, искра, сюда же, взрыв, у кого-то взрыв, еще, Лев Толстой, сюда, это наши с вами ассоциации. Скажите, пожалуйста, значит ли все это слово «свеча»? Нет. 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 Воск для собой, да, присвеча. Ближе всего связано, конечно. Огонь. Воск – огонь. С днем, с пожаром, со светом, с воском. С светилем. Но это просто связь. А наши ассоциации, видите, ведут дальше. Идут. Настолько странно, что мы можем со свечой посылить, как и следствие. Странно, что никто из вас не назвал слово «душа». Душа. 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 Не обязательно. Конечно. Дух, как символ. 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 В котором вот это слово «свеча» отобразилось. Отобразилось. И вот точно так же, как в дольнике, есть расшапанность метра, размером. Точно так же, в символе, есть некая неустойчивость, расшапанность, как хотите. Символ. Значение. Конечно, если вы посмотрите, как говорили, вы не увидите таких значений. «Свеча» – это означение. Или «Свеча» – это мечта. Или «Свеча» – это мечта. Или «Свеча» – это иван Крозов. Или «Свеча» – это иван Крозов. Конечно, и есть. Но наши связи, ассоциативные, ассоциативные, ассоциация, может двигаться в этом размере. И когда мы видим Дольник, а особенно Дольник символистский, мы понимаем, что наше сознание движется потихоньку, вот так вот, по силам Аллаха. Поэтому, когда мы читали с вами Бога, мы узнавали, что невозможно каждое значение приписать слову, и невозможно каждое слово наделить особым значением. Правда?